Да, да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно ли? Да, да, мы вас слышим, мы вас видим. Пожалуйста, предоставляем вам слово. Спасибо. Презентацию видно, да, тоже? Да, презентацию мы тоже видим, да. Отлично. Итак, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги, тему, на которую меня попросили выступить, уважаемые организаторы, нацистская оккупационная политика в документах, эта тема гигантская, необъемная. Я постарался для часового выступления, я надеюсь, оставить еще несколько для того, чтобы ответить на вопросы, которые, надеюсь, возникнут. Вот я решил ее несколько сузить и, прежде всего, рассказать о тех документах, которые доступны в отечественных архивах и которые сейчас в массовом порядке оцифровываются и выкладываются в свободный доступ. И, разумеется, я постараюсь учертить некие общие рамки оккупационной нацистской политики, которая проводилась вот в период с, по сути, 22 июня и до освобождения территории Советского Союза Красной Армии. Начать следует мне с того, чтобы дополнить представление. Дело в том, что я являюсь одним из кураторов федерального архивного проекта. Титульная страница этого сайта перед вами, которая называется «Преступление нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Отечественной войны». Это огромный по масштабам проект, который был открыт 3 сентября этого года и который будет пополняться, уже пополнялся вот в ноябре в связи с годовщиной, юбилейной годовщиной Нюрнбергского процесса. И большинство документов, которые я сейчас вам буду показывать, о которых буду рассказывать, это документы, которые можно найти в свободном доступе на этом сайте. Разумеется, не только об этом проекте я буду говорить, но все равно позволю себе рекомендовать его вашему вниманию. Начать разговор о нацистско-оккупационной политике следует с того факта, о котором периодически, к сожалению, забывают, с того факта, что нацистско-оккупационная политика была запланирована задолго до того, как, собственно, появился план Барбаросса, план захватнической войны против СССР. Еще в книге Гитлера «Mein Kampf», написанной до прихода нацистов к власти, мы можем прочитать про планы жизненного пространства, завоевания Германии жизненного пространства на Востоке. И под этим жизненным пространством предполагалось, так сказать, освоение территории Польши, а также европейской части СССР. В каком смысле? Эта территория должна была быть заселена немцами, которым не хватало жизненного пространства с точки зрения нацистов и их предшественников, которые строили планы колонизации этих территорий еще до Первой мировой войны, на самом деле. Там даже конкурсы школьные проводились относительно того, какой должна быть немецкая колониальная политика. И подразумевалось, что население этой самой территории, которая должна была стать жизненным пространством для германской нации, это население должно оказаться либо в состоянии рабов, либо быть подвергнуто депортации или уничтожению. Еще раз подчеркну, все эти планы строились задолго до того, как нацисты начали осуществление этой политики. Непосредственно перед началом Великой Отечественной войны, перед нападением Германии на Советский Союз, в процессе подготовки этого нападения создавался целый ряд планов по, собственно, освоению советской территории. Один из самых известных планов – это так называемый генеральный план ОСТ, генеральный план Восток, существование которого долгое время отрицалось вообще. Однако на данный момент известно несколько материалов, связанных с этим планом. Известна история разработки этих материалов. Руководил этой разработкой специалист по сельскому хозяйству, один из руководителей немецкого научного общества, Конрад Мейер, который, помимо прочего, был, разумеется, членом СС, и который возглавлял целый ряд ССовских департаментов, которые разрабатывали, собственно, вот эту колонизационную политику. В тех документах, которые нам доступны, мы видим, что нацисты спорили относительно того, до какого количества нужно сократить население европейской части СССР. На 30 миллионов, на 40 миллионов, за какое время это нужно сделать, что нужно делать с этим населением и так далее. Разрабатывались планы, вот на этом слайде видно, вот такие красивые картинки, планы идеальных деревень, макеты строились. Вот здесь, в левой части слайда, виден такой выставочный проект макетов этих идеальных немецких поселений. Даже макеты домов немецких поселенцев на территории Литвы, Белоруссии, Украины, собственно, РСФСР. Вот из книги Конрада Мейера справа вы видите такую красивую карту заселения этих территорий. И надо сказать, что хотя реализовать этот план нацисты не успели, они начали его реализовывать только в двух местах, да, на территории Литвы и небольшого фрагмента Белоруссии, операция «Замуж», так называемая, и планировали уже начало переселенческой политики в Крыму. Затем победы Красной Армии не дали реализовать этот план, однако разрабатывался он вплоть до конца 43-го года. До этого момента нацисты все еще надеялись, что этот план им удастся привести в жизнь. Есть еще несколько установочных документов, которые были приняты до нападения Германии на СССР. Да, я хочу заметить, что из вариантов генерального плана ОСТ, из документов, связанных с генеральным планом ОСТ, на русские, к сожалению, еще не все переведены. Один из этих вариантов был найден в замечании и предложении к генеральному плану ОСТ еще достаточно давно. Он был опубликован в 60-е годы в СССР в переводе на русский, а несколько других вариантов, они, к сожалению, до сих пор на русский еще пока не переведены, хотя это очень интересный, очень важный для понимания нацистской политики документ. Очень важный документ еще один – это приказ о применении военной подсудности в районе плана Барбаросса. Соответственно, этот документ, который использовался обвинением на Нюнбергском процессе, который попал в руки союзников по антигитлеровской коалиции еще в конце войны, в соответствии с этим документом, преступления немецких солдат против местного мирного населения, которое автоматически объявлялось враждебным мирным населением, по сути дела, должны были остаться безнаказанными. И вот здесь несколько выдержек в тексте я дал, вот можете обратить внимание. Советский народ объявлялся виновным в большевизме. Большевизм объявлялся, в свою очередь, виновным в поражении Германии в 18-м году в Первой мировой войне. Это знаменитый миф об ударе ножом в спину, который немецкие генералы еще до возникновения нацизма стали распространять среди населения Германии и среди ветеранов Первой мировой. О том, что Германия не проиграла Первую мировую, а внутренний враг – евреи, социалисты и коммунисты – нанесли удар в спину победоносной немецкой армии. Вот здесь, в этом плане, в этом приказе о применении военной подсудности в районе Барбаросса сразу же ссылка вот на этот миф об ударе кинжалом в спину. И еще обратить внимание на четвертый пункт царого раздела этого плана. При расследовании дел против немцев, немецких солдат, военнослужащих вермахта, которые совершили какие-то деяния, преступные против мирного населения, предлагается чрезвычайно критически относиться к достоверности показаний враждебных гражданских. Фактически это означало, что показания граждан Советского Союза, оказавшихся в оккупации, в расчет браться были не должны. Этот приказ развязывал руки оккупационным силам, причем как военнослужащим СС, так и военнослужащим вермахта. Еще одна деталь. В немецких документах нужно обращать внимание на одну вещь. Дело в том, что прямым текстом они довольно редко изъясняются. В них используются эвфемизмы, бюрократический стиль. Таким образом, чтобы вот напрямую, да, вы уничтожаете людей, расстреливаете, убиваете и так далее, этого в немецких документах практически нет. Но нужно понимать, ставя эти документы в исторический контекст, что следовало за такими обтекаемыми бюрократическими фразами. Еще один очень важный документ – это приказ о комиссарах. Знаменитый приказ о комиссарах, суть которого также заключалась в том, что советские политработники должны были уничтожаться на месте. Решение об их уничтожении принимал немецкий офицер. В случае, если ему почему-то казалось, что убивать их не надо, их можно было бы и не убивать. Но, в принципе, был отдан приказ до начала войны о том, что политработники советские, которых можно опознать по красной звезде с вытканным на ней серпом и молотом на рукаве, должны подвергаться уничтожению либо непосредственно войсками вермахта, либо следовавшими за вермахтом айнзад с группами СС. С специальными группами СС, которых насчитывалось 4 штуки, которые шли за наступающими войсками вермахта за всеми тремя группами армий, осуществлявших план Барбаросса. Тут нужно отметить, что в Германии, вообще на Западе, в течение долгого времени господствовал и отчасти до сих пор в массовом сознании господствует миф о чистом вермахте. О том, что все преступления нацистов – это преступления не обычных немецких солдат и офицеров. Это все СС, гестапо, нацисты, а вермахт он ни при чем. Вермахт – это солдаты, как все. Даже одна книжка так называется. Солдаты, как все. Но огромное количество документов, которое открыто было прежде всего немецкими историками, в немецких же архивах показывает, что солдаты и офицеры вермахта, и генералы вермахта полностью поддерживали этот приказ за очень редкими исключениями, выполняли этот приказ, и эти документы хранятся в немецких архивах. И надо сказать, что обращение к этим документам, публикация этих документов со стороны разных немецких историков каждый раз служит довольно серьезным общественным дискуссиям в Германии. Потому что если, например, история Холокоста, уничтожения евреев во время Второй мировой войны является уже частью массового сознания Германии после бурных общественных дискуссий, далеко не сразу после войны это произошло, это очень важно, после бурных дискуссий, столкновений 60-х, 70-х, 80-х годов, то история преступлений нацизма и вермахта конкретно на Востоке против войны, против СССР, это до сих пор далеко не до конца проясненная вещь, и вокруг которой в Германии опять-таки продолжают идти общественные дискуссии. Наконец, еще один очень важный документ, на который нужно обратить внимание, это так называемый план Ольденбург, или зеленая папка Геринга, который опять-таки до начала войны, заметьте, в апреле 41-го года этот план был принят, подразумевал экономическую эксплуатацию советской территории для выкачки всех ресурсов Советского Союза в Германию. При этом создатель этого плана, ответственный за его разработку и реализацию, Герман Геринг, главный подсудимый на Нюнбергском трибунале впоследствии, собственно, прямо говорил о том, что население советских оккупированных территорий будет голодать, и немцев это совершенно волновать не должно. Причем обратите внимание здесь на один фрагмент этого плана по поводу Ленинграда. Особые условия в Великорусском Ленинграде, городе, весьма зависимым продовольствием от нас, не требуют особых мероприятий, которые будут предприняты своевременно. Вот опять такой немецкий канцелярит. Это не значит, что заранее нацисты планировали блокаду Ленинграда. Но то, что они планировали уничтожение голода огромных масс советского населения, в том числе городского населения, которое зависело от подвоза продовольствия, там еще по поводу Москвы есть соответствующие цитаты, это факт. И затем, по сути дела, этот план будет реализован, доразработан и реализован. Он отразился в приказах немецкого командования, группа армий «Север», которая замкнула блокаду Ленинграда, вот, собственно, в этой блокаде. Это вполне укладывалось, хотя и не было заранее четко спланировано, вполне укладывалось в логику нацистско-оккупационной политики, зафиксированной еще в предвоенных документах. Когда началась война, то, как вы знаете, в 1941 году советские войска потерпели тяжелейшие, катастрофические поражения. Ганс Гальдер, начальник штаба сухопутных войск, через две недели после начала войны записал в дневнике знаменитую фразу и будет преувеличением сказать, что война против Советского Союза выиграна в две недели, против России выиграна в две недели, там так это было написано. Однако под Москвой немецкое наступление было остановлено, а затем немцы потерпели поражение. И в процессе налаживания работы в тылу противника к разроссенью 1941 года, и затем после освобождения первых оккупированных нацистами районов, опять-таки прежде всего в районе Москвы, начали поступать сообщения о том, что собственно нацисты делают на оккупированной территории. Вот перед вами одни из первых таких свидетельств. Это спецсообщение о положении в районах Московской области, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, в которых описываются, вот в соответствии с приказами комиссаров, повесили директора школы, за одного убитого и одного раненого партизанами немца расстреляли 8 человек местных жителей, в соответствии с приказами военной подсумности в районе Барбаросса. Все по плану. Отобрали 20 человек колхозных в качестве заложников, заперли в сарай и подожгли. Это внутренний документ, это не пропагандистский документ. Это спецсообщение разведки. Соответственно, эти вещи изучались, эти доклады отправлялись советскому руководству по разным каналам. Вот пример еще одного спецсообщения о поведении солдат-противников в захваченных районах Московской области. Здесь и про грабежи, про объем теплых вещей, которых немцам не хватает уже в ноябре 41-го года до контрнаступления под Москвой. И так далее. И вы видите здесь в этих документах пометки тех руководителей советской разведки, которые читали эти все материалы. Надо сказать, что один из важных источников по нацистской оккупационной политике – это фотоматериалы. Да, я специально в рамках этой лекции не подбирал наиболее жуткие фотографии, их легко вообще можно найти, но без некоторых из этих весьма тяжелых фотоснимков обойтись в разговоре невозможно. Перед вами фотография, которая совсем недавно была обнаружена рязанским историком-краеведом Александром Никитиным – это фотография казни партизанки, членом диверсионного отряда, которая воевала вместе с знаменитой Зоей Космодемьянской, Верой Волошиной, казненной параллельно практически Зоей Космодемьянской в деревне Головково 29 ноября 41-го года. Почему я привожу эту фотографию в пример? Дело в том, что немцы очень много фотографировали. В отличие от советских войск, запрета на фотографирование не было. Фотоаппаратов у немцев было много. И огромное количество этих фотографий осталось до сих пор в семейных архивах. Оно продается на интернет-аукционах. Оно попало в архивы разных других стран. И вот историк-краевед Александр Никитин нашел на одном из таких интернет-аукционов фотографию казни Веры Волошиной. Причем там на заднем плане видны солдаты даже не вермахта, а французского легиона, который воевал в том числе под Москвой. Французских нацистов, которые приняли участие в боевых действиях на Восточном фронте. И он нашел в архиве Вагайя в США другую фотографию этой же казни, возможно, сделанной одним и тем же немцем, в которой была надпись о том, что вот эта девушка, была лидером банды, а специальным постановлением Гиммлера партизан следовало называть в немецких документах не партизанами, а именно бандитами. Для того, чтобы снизить их образ. И для того, чтобы дополнительно подчеркнуть, что по отношению к этим людям, руки у оккупационных войск, и у вермахта, и у охранных батальонов вермахта, и у СС, и у полиции должны быть полностью развязаны. И сзади на этой фотографии еще есть дата. И вот такие небольшие открытия, они продолжаются. Потому что, еще раз подчеркну, этих материалов очень и очень много. Еще некоторые из такого рода фотоснимков я вам покажу. Важную роль в документировании нацистских преступлений на оккупированных территориях сыграли партизаны, собственно. Вот перед вами акт. Это официальный документ, который составили командиры партизанских отрядов 5-й партизанской бригады об уничтожении целой деревни. Уничтожение деревни Чача в Смоленской области и всех ее жителей. Здесь указано, что спаслась одна 16-летняя девушка, которая была ранена. Деревня была уничтожена за то, что в этом районе немцы потеряли от 10 партизан некоторое количество человек. Вот знаменитая деревня Хатынь в Беларуси была уничтожена ровным счетом за это. Правда, к сожалению, если в Беларуси существует огромное количество материалов, собственно, там создана база данных. Вот Александр Дюков, который до меня выступал, мог бы про это отдельно рассказать. База данных уничтоженных деревень, населенных пунктов Беларуси. К сожалению, такой базы данных по России у нас пока еще нет. И создание этой базы данных – это дело будущего. Вот такие акты партизан, сообщения партизанской разведки, сообщения отдельных партизанских отрядов, они отложились в фонде Центрального штаба партизанского движения, который хранится в архиве, в котором я имею честь работать, в РГАСПИ. Продолжал сообщать о нацистских преступлениях разведка. И эти материалы накапливались. И по этим материалам было принято решение о создании специального органа, который получил название «Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков». Создана эта комиссия была 2 ноября 1942 года, а непосредственно документ, в соответствии с которым она стала работать, был принят политбюро ЦК ВКПБ 5 марта 1943 года. Вот решение об этом перед вами на экране. Для чего эта комиссия была создана? Чтобы, во-первых, просто посчитать, что нацисты уничтожили у нас на оккупированной территории. И людей, и материальные ценности. Основная масса этих документов, а это огромный фонд с сотнями тысяч листов, который хранится сейчас в Государственном архиве Российской Федерации, и который, к сожалению, очень далек от того, чтобы он был оцифрован, хотя процесс этот идет, его оцифровки, эти материалы должны были позволить советскому руководству понять масштаб ущерба, как материального, так и масштаб преступлений против человечности, которые совершали нацистские войска на оккупированной территории. И работа ЧГК, на самом деле подвижническая работа ЧГК, о которой я сейчас буду дальше вам говорить, сыграла очень большую роль в том, что мы вообще знаем, что происходило на оккупированной территории. И эта работа очень высоко ценится не только отечественными историками, но и зарубежными историками, и израильскими, музей знаменитый Яд Вашем оцифровал довольно большой комплекс документов ЧГК, и американскими, и немецкими историками. Как составляла эта работа? После освобождения той или иной территории, иногда даже до освобождения по актам партизанских отрядов, создавались местные комиссии в селах, в районах, в городах, которые собирали информацию. Они опрашивали людей после освобождения этих населенных пунктов от нацистской оккупации. Они собирали заявление. Вот перед вами одно такое заявление жителя Петрозаводска, который находился в финском концлагере. В Петрозаводске было создано несколько концлагерей, в которых было загнано русскоязычное население этого города финскими оккупантами. Эти все материалы собирались, и затем местная комиссия создавала по этим материалам отчет. И вот когда вы работаете вот именно с такими первичными документами, они производят, пожалуй, наибольшее впечатление. Конечно же, ужасаются цифры, но такие вполне обыденные рассказы, когда ты читаешь, что происходило, без переукрашиваний каких-то, без пафоса, просто такие довольно сухие сообщения. Изначально, вот видите, заявление было написано карандашом от руки, затем оно было перепечатано, карандаш выцветает, и мы видим здесь, да, что мальчика 14-летнего подростка расстреляли за то, что последний не выполнил дневную норму выработки в этом самом концлагере. Еще один пример, меня в свое время произведу очень большое впечатление, когда я обрабатывал эти документы. Женщина, тоже оказавшаяся в финском концлагере, в Петрозаводске, описывает, как финский солдат убил ее сына. Он захотел выйти в уборную, в туалет, во время банной процедуры. Его финский солдат потащил котлу кипятком, обварил кипятком, а потом, соответственно, этот ребенок убит, а его мать за то, что она вообще пыталась за него заступиться и что-то спрашивала, была избита. Вот она пишет это заявление в комиссию, которая расследовала ущерб, нанесенный оккупантами в городе Петрозаводске. И вот таких документов огромное количество было собрано. Кто их собирал? Из кого состояли местные комиссии? Местные партработники. Местные партработники, многие из которых до этого воевали в партизанах и знали, собственно, район, знали людей. Хотя это иногда не помогало. Например, когда советские войска освободили Новгород, то комиссия, которая должна была расследовать нацистские преступления при оккупации Новгорода, не могла начать свою работу, потому что не было местных жителей. Практически все местные жители либо бежали из голодающего города, а в большинстве своем были вывезены нацистами на принудительные работы в Германию. И только когда часть бежавших жителей начали возвращаться, вот тогда комиссия начала свою работу. Кто еще был? Военные прокуроры. Военные прокуроры, которые работали в соответствующих частях, которые освобождали эти районы. Они это делали. Специально делегированные сотрудники ЧГК, которые приезжали из районных и краевых центров, а в ряде наиболее важных случаев, члены ЧГК приезжали и из Москвы. В работе ЧГК принимали участие известные люди, в частности, юристы, знаменитый советский Трайнин, который принес очень большой вклад в разработку документации и устава Нюрнбергского трибунала, международного военного трибунала по расследованию преступлений нацистов. Это был знаменитый писатель, советский академик Алексей Николаевич Толстой и других известных лиц, но вот, пожалуй, Толстой и Трайнин из таких наиболее публичных фигур, вошедших в состав ЧГК на общесоюзном уровне, внесли наибольший личный вклад в расследование нацистских злодеяний. По материалам вот этих местных районных комиссий проводилось дальнейшее расследование. В частности, вскрывались массовые захоронения. Это происходило уже во время войны. Вот перед вами акт Новороссийской городской комиссии об обследовании захоронений в местах массовых казней под Новороссийском. В основном там уничтожались, как и во многих других случаях, евреи, уничтожались они практически сразу айнзадзгруппами, которые шли за наступающими войсками вермахта. И вот эти вот вскрытия могил, в которых принимали участие эксперты, медики, юристы и военные, гражданские юристы, они тоже собирались и на их материале создавались уже поле полные отчеты. Составлялись списки погибших. Вот перед вами фрагмент такого списка из одного из районов Крыма. Можете посмотреть, да, набираться в списке. Но здесь очень важно понимать, что далеко не все люди были, которые погибли от рук нацистских оккупантов, были в этих списках упомянуты. Например, если была уничтожена деревня целиком, то об этом уничтожении свидетельствовали соседи из соседней деревни. Но они могли не знать всех там по фамилиям. И, например, в документах часто встречается такое описание, что там погибла семья Ивановых, семья Сидоровых и еще 20 человек, которых по фамилиям жителей деревни, находившихся, например, километрах пяти, которым повезло выжить, они про это не знали. Надо сказать, собственно, чем была вызвана эта политика. Как я уже сказал, нацистская оккупационная политика была запланирована заранее. Заранее население Советского Союза обозначалось в качестве враждебного. Разумеется, изначально подразумевалось, что будут уничтожены еще до официального принятия решения, простите за автологию, об окончательном решении еврейского вопроса. Это произошло на Вардзейской конференции в 1942 году в Ванзее, это район Берлина, где председательствовал Гиммлер и было принято решение об окончательном уничтожении евреев. Но в реальности уничтожать их начали раньше, их начали уничтожать еще во время войны немцев, во время войны с Польшей на польской территории. До войны Гиммлер прописал специальный документ о том, чтобы местным националистам, настроенным в пользу немцев, не мешать уничтожать местных членов партии, политработников, антинемецкие или простсоветские настроенных деятелей и евреев с цыганами. Что, например, происходило на территории Прибалтики. Очень активно. Другое дело, что по результатам этого уничтожения, которое делали местные националисты, местные националисты, в той же Латвии, например, ведомство Гиммлера должно было получать отчеты. Он ругал своих подчиненных за то, что эти отчеты поступают несвоевременно. Важную роль играла необходимость сохранения, сокращения, простите, сокращения численности населения, чтобы его не кормить, чтобы как можно больше выкачивать. И, разумеется, карательные меры. При подозрении даже в наличии партизан уничтожению подвергались целые населенные пункты, убивались заложники, люди иногда просто не имевшие никакого отношения не то, чтобы к партизанской деятельности, но даже не сочувствовавши. И, конечно же, еще нужно иметь в виду, что по тем документам, о которых я сказал в самом начале, в соответствии с приказом о военной подсудности в районе Барбаросса, в соответствии с общими российскими утверждениями нацистов, собственно, начальник пропаганды, министр пропаганды нацистской Германии, Гилзеф Геббельс прямо говорил, в дневнике записывал и выступал с этими речами по немецкому радио, русские это не люди, а кучка животных. Большевизм просто подчеркнул эту расовую особенность русского народа. Немецкие солдаты, многие из которых учились в школе и закончили школу уже при нацистах, были воспитаны в этом духе. И, придя на советскую землю, они обращались с теми людьми, кто на ней жил в соответствии с этими расовыми установками, в соответствии с тем, что они имеют дело с недочеловеками. Разумеется, были немецкие солдаты, которые вели себя иначе. Были немецкие солдаты и даже офицеры, которые как-то помогали жителям оккупированных сел и деревень. Но эти исключения, это отдельная достаточно серьезная тема, не опровергают правила. Дело в том, что политика нацистская следовала именно тем постулатам, о которых я сейчас говорю. И будущее населения оккупированных территорий в случае победы нацистской Германии должно было осуществиться в соответствии с упомянутыми документами, прежде всего в соответствии с генеральным планом ОСКО. И нужно отметить, что если в приказах подчеркивался прежде всего антисемитская политика, то уже непосредственно в практике и СС, и Гестапо, и даже Вермахта антисемитизм теснейшим образом переплетался с антикоммунизмом. И чем дальше шла война, тем больше именно антикоммунизм выходил на первый план. И карательные меры оправдывались большой борьбой с коммунизмом, как с самой враждебной нацизму идеологией. Это очень важный фактор. Многие современные историки, занимающиеся оккупационной политикой, прежде всего, кстати, немецкие историки, они этот факт подчеркивают. Документы, да, расследования производили не только органы ЧГК, но и органы контрразведки, органы НКВД. И вот перед вами документы, которые сохранились в Центральном архиве ФСБ России, которые были рассекречены специально для того проекта, в котором не выпал честь работать. Которые доступны на том сайте, о котором я уже говорил. Это документы об уничтожении нацистами воспитанников ейского детского дома. Детские дома зачастую уничтожались совершенно сознательно нацистами, опять-таки, для того, чтобы не кормить бесполезных людей, детей в данном случае. и уничтожение этих детей принимали участие как коллаборационисты, то есть пособники нацистов из числа местного населения, так и, собственно, сами немцы. И расследование этих преступлений также вливалось в тот сбор информации, гигантский по своим масштабам, который вела чрезвычайная государственная комиссия. Вот перед вами первая и последняя страница акта, 17-страничного подробного акта с подписями членов комиссии по преступлениям нацистов в городе Новороссийске. Вот перед вами доклад об итогах работы ЧГК по всему Краснодарскому краю. Вот по каждому региону, каждому району, каждому краю области оккупированными нацистами составлялись такие документы на основе огромного количества первичной информации. Понятно, что во время войны качество работы было разным. И когда работаешь с документами ЧГК, очень хорошо видно, как по-разному подходили к составлению этих документов в разных районах. Но в условиях войны, в условиях чудовищного напряжения войны, это очень важно понимать, эта работа просто потрясает воображение. Количество материалов, которые было собрано, свидетельских показаний, документов, трофейные документы прикладывались к этим отчетам, масса различного рода материала, подсчетов, которые были осуществлены в условиях войны, это нужно назвать действительно, я не побоюсь пафоса, подвигом. И подчеркну, что без этих материалов мы, конечно, имели бы гораздо несоизмеримо более скудную информацию о том, что происходило на оккупированных территориях. И очень важно, что эта информация документировалась в основном по горячим следам практически сразу первые дни, недели, месяцы после освобождения территории от оккупантов. Фотоматериалы присутствуют, фотоматериалы очень много трофейных. Надо сказать, что нацисты не стеснялись фотографироваться на вот таких жутких местах, это место массовой казни евреев в Сталинградской области. И эти документы, которые изымались у убитых немецких солдат, в частности, во время ликвидации Сталинградского котла в 43-м году, в январе 43-го года, во время других наступательных операций Красной Армии, эти фотокарточки, найденные у убитых, стали очень важным элементом советской пропаганды, которая в том числе была ориентирована на союзников. Здесь важный момент. Дело в том, что пока наши союзники по антигитлеровской коалиции американцы и англичане не начали освобождать немецкие лагеря, концлагеря на немецкой территории, они зачастую не верили в то, о чем говорила советская пропаганда, о чем писал ноты, дипломатические ноты нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молтов. Несколько таких нот о преступлениях нацистов было разослано всем странам, с которыми Советский Союз имел дипломатические отношения, в том числе союзникам, разумеется, по антигитлеровской коалиции, не верили даже часто сообщениям своих собственных журналистов. Вот когда американский журналист русского происхождения Александр Верт, написавший очень интересную книжку, она опубликована, к сожалению, в несколько концентрированном виде, а нецензурный вариант на русский, пока недопереведен, скажем так, Александр Верт сообщил о газонвагенах, о тушегубках, о специально разработанных нацистами машинах, куда заталкивали людей, которые отравлялись выхлопными газами. Информация Верта о тушегубках вначале не была опубликована в англоязычной прессе. Решили, что это просто советская пропаганда, и их журналист купился на эту самую советскую пропаганду. Однако, оказалось не так. Еще одна важная черта оккупационной политики. Как вы знаете, нацисты рассчитывали на Блицкрик, на молниеносную войну, которая должна была быстро закончиться, после чего и должны были быть реализованы планы по освоению жизненного пространства. Война затянулась, после поражения немцев под Москвой Блицкрик окончательно провалился, и Германия начала испытывать дефицит в рабочей силе. В связи с этим несколько смягчилось отношение к советским военнопленным. Это отдельная тема, которую я в этой лекции не затрагиваю. Отдельная, огромная, очень важная тема, тоже не до конца еще, как ни странно исследованная о судьбе советских военнопленных, начали несколько мягче относиться к военнопленным для того, чтобы использовать в качестве рабской рабочей силы, и начался угон рабочих, рабочей силы в Германии, так называемых остарбайтеров, восточных рабочих. Всего на территории Третьего Рейха работало 12 миллионов принудительных рабочих. 12 миллионов, большинство из которых остарбайтеры, то есть угнанные с территории Польши и с территории оккупированных перед вами фотография, тоже немецкая фотография, угона местных жителей в Германию в Сталинградской области. Когда в 43-м и затем в 44-м году в начале Йозеф Геббельс провозгласил тотальную войну, тотальную войну, то угонять стали не только рабочую силу, но угонять стали всех подряд для того, чтобы советские войска, освобождая территорию, встречали пустыню в прямом смысле слова. Ну, сжигать деревни во время отступления и населенные пункты немцы начали, войска вермахта именно, начали еще во время поражения под Москвой, но затем это приобрело по-настоящему массовый характер. И вот, собственно, эта фотография, об этом свидетельстве, видите, людей угоняют, женщин, детей, там есть другая фотография, которая не включила презентацию из стариков и так далее. И в немецких архивах, в свою очередь, сохранилась база банных, есть замечательный архив немецкий, где оцифровано огромное количество документов, личных карточек, угнанных астарбайтер, военнопленных из немецких и российских, украинских, белорусских архивов. Это архивы Бата Рользена, где эти документы постоянно выкладываются в открытый доступ, где можно искать информацию по конкретным персоналиям. Очень важный немецкий проект. И мы можем увидеть личные карточки этих самых людей. Некоторые из них, как я уже сказал, попали в руки потом советских войск. И вот перед вами фотографии одного из подростков, видите, 26-го года рождения, который в 42-м году был угнан в Германию. К сожалению, его дальнейшую судьбу мы пока не знаем. Но фотография достаточно красноречивая. Вообще, должен сказать, что когда вы смотрите на фотографии людей, прошедших через нацистские конслагеря, через лагеря военнопленных, через лагеря Цвангтайбайтеров, принудительных рабочих, то вот эти лица, они тоже являются, если можно так выразиться, историческим источником. Они о очень многом нам говорят. Эта возможность посмотреть в глаза этих людей, которые давно умерли, и которые, возможно, умерли во время войны, были убиты во время войны нацистами, это возможность очень дорогого стоит, как мне кажется. По материалам работы ЧГК в 43-м году было принято решение перед вами одно из таких решений, но уже 45-го года было принято решение советским руководством о проведении публичных процессов, открытых процессов над нацистскими преступниками. Дело в том, что советское руководство, в том числе сам лично, Верховный Главнокомандующий Сталин, считали, что нацистских преступников, которые попадают в плен войскам антигитлеровской коалиции, нужно публично судить. Поначалу позиция и Фрэнклина Илана Рузвельта, президента США, и Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании, заключалась в том, что над нацистскими преступниками нужно осуществить скорую расправу. Ну, расстрелять их просто и все. Ну, или, по крайней мере, провести какой-то короткий закрытый процесс и на этом покончить. Позиция советского руководства, лично Сталина, заключалась в том, что нужны публичные открытые процессы, которые бы показали, что над нацистскими преступниками являются не расправой победителей над побежденным, а является полноценным и справедливым возмездием за совершенные ими преступления. Дискуссия на эту тему между союзниками шла еще с 1942 года. И вот для того, чтобы убедить союзников, что такой механизм работает, и еще один очень важный фактор, причина проведения этих процессов, это необходимость показать жителям освобожденных районов, городов, больше всего пострадавших от нацистской оккупации, показать, что советская власть пришла всерьез, пришла навсегда, и что виновные в преступлениях против мирного населения понесут неотвратимое наказание. Процессы проводились публично, а затем проводились публично казни. И вот нужно сказать, что материал этих процессов вот сейчас как раз в рамках нашего проекта Центральный архив ФСБ рассекречивает вот именно сейчас довольно большой массив материалов по вот этим процессам. Всего их было проведено в 21, два в 43-м году, Краснодарский и Харьковский, затем в конце 45-го, начале 46-го параллельно с Нюрнбергским трибуналом еще 9, и затем еще ряд процессов был проведен в 47-м году. И вот работа с материалами этих процессов показывает, что советская юстиция, которая вполне справедливо обвиняется в причастности к массовым репрессиям в конце 30-х годов только, которая, представители которой принимали участие действительно в, позволю себе оценочное осуждение, в преступлениях сталинского режима, советская юстиция и военная, и гражданская юстиция, хотя прежде всего следствие ввели военные юристы, в случае судов над нацистскими преступниками следовали и буквы, и духу закона. Потом, те, кто даже обвинялся на этих процессах, но был проговорен не к смертной казни, а к срокам заключения, вернувшись в Германию, когда Советский Союз выдал Германию тех военнопленных, включая преступников, которые оставались в советских лагерях для военнопленных в 55-м году, они потом заявляли, что все показания из них выбили, их обвиняли несправедливо, они ни в чем не виноваты, ну, разумеется, как бы не так. Однако материалы вот этих процессов показывают, что следствие велось корректно, и более того, есть ряд документов, в которых указывается, что когда подсудимые на этих процессах жаловались, что их, например, где-то избили, по этому поводу проводились проверки, чтобы доказательная база не была ничем омрачена. Первый процесс был проведен в Краснодаре, первый процесс был проведен в Краснодаре, и подсудимыми 14-18 июля 43-го года он был проведен, подсудимыми были четыре коллаборациониста, четыре бывших советских военнослужащих, которые вошли в зондеркоманду нацистскую и принимали участие в уничтожении советских граждан с помощью душегубок. И вот перед вами показания одного из таких деятелей, который, правда, судился не на Краснодарском, а на следующем процессе, Харьковском, в декабре 43-го года, Михаила Буланова, который, как водитель вот этой душегубки, принимал участие в уничтожении детей с отставанием в развитии, которые были воспитанниками детского дома в Нижнем Чире в Старинградской области. И он дал исчерпывающие показания на эту тему. Очень интересный документ, тоже из числа рассекреченных Федеральной службы безопасности, это показания немецкого военнослужащего Карла Коша, военного инженера, который был, вот здесь указано в протоколе допроса, инженером 1-й роты 179-го саперного батальона 79-й дивизии вермахта, который перешел на сторону Красной Армии в июле 43-го года, из-за чего перешел. Он был таким интеллигентом, можно сказать, видимо, непроникнутым нацистской идеологией, и он увидел душегубки, он увидел их действия. Он был настолько потрясен тем, что он увидел, что он сдался советским войскам. И в своих показаниях можно сделать скидку на то, что он их давал советской юстиции, советским следователям, но сложно, учитывая факт его добровольной сдачи в плен, заподозрить его в полной неискренности. Он говорил, я считаю себя культурным человеком и полагаю, что трудами всей своей жизни мне вряд ли получится оправдать свою принадлежность в прошлом к армии, к рабителей и убийц. И он дал показания, в которых заявил, цитирую, я утверждаю, что национал-социалистическая партия Германии планово и сознательно проявляет истребление населения оккупированных областей. Важные свидетельства. И вот показания Карла Коша тоже использовались для обвинения подсудимых, где уже были немцы подсудимые, на Харьковском процессе в декабре 43-го года. Что интересно по поводу этих процессов? Вот еще протоколы нескольких я вам покажу с пометками следователей. Интересно, что военнослужащие разного ранга по-разному себе вели немцы на этих допросах. Допросы в основном производились на немецком языке и документы, которые сейчас оцифрованы и вполне доступны. Там есть на русском перевод и, соответственно, не оригинал, с подписями оригиналами этих самых подсудимых. Так вот, интересно, что они наследствия фактически топили друг друга. И интересно вот что. Рядовые в основном все признавали. Рядовые, самые младшие офицеры, офицеры постарше использовали бюрократическую логику и какие-нибудь капитаны, майоры, вот как вот этот майор Зоненвальд, комендант Великих Луг, подсудимый на Великолугском процессе уже в 45-м году, хотя показания вот у него были взяты уже в 43-м. Они говорили, вот это моя зона ответственности, а по поводу всего остального я ничего не знаю, я ни при чем. Почему в лоб спрашивают? Вот по вашему приказу охранный батальон сжег такую-то деревню. Что вы можете сказать по поводу убитых людей? Он говорит, я не знаю, я ни при чем. Но поскольку каждый пытался снять с себя ответственность, они топили других. И например, генерал, командующий дивизии, которая занимала Великие Луки, командир 7-й пехотной дивизии Вермахта Раппорт, в свою очередь, когда Зоненвальд давал показания на него, он в отместку, видимо, тем более очные ставки проводились, все как полагается по юридическим нормам, он, соответственно, давал показания на своего бывшего подчиненного. Эти исчерпывающие показания представляют собой действительно очень важный источник информации по тому, как осуществлялась оккупационная политика. Наиболее высокопоставленные немецкие руководители, в частности, Фридрих Эккель, который был одним из руководителей райискомиссариата Остланд, в который вошла Прибалтика, значительная часть Белоруссии и небольшие территории Новгородской и Псковской областей, так вот, он обергруппен фюрер СС, один из самых высокопоставленных нацистских деятелей, попавших в советский плен до конца войны, я имею в виду. Он пытался все отрицать, как и многие подсудимые на Нюрнбергском трибунале, но показания их собственных подчиненных их полностью уличало. Вот в этом протоколе, вы, я думаю, видите на презентации, его задают вопрос, следствие известно, что вы лично расстреливали не только евреев, но и лиц других национальностей, вы это признаете? Нет, отрицаю. Вот свидетель утверждает, этот факт я также отрицаю. Но, что называется, против массы свидетельских показаний, в том числе эсэсовцев, не попрешь. Важнейший источник по истории нацистско-оккупационной политики, это материалы Нюрнбергского процесса, конечно же. Вот перед вами скамья подсудимых Нюрнбергского трибунала, перед оглашением приговора. Но следует, к сожалению, отметить, что материалы Нюрнбергского процесса на русском языке изданы далеко не полностью. К сожалению, то, что издано, самый полный восьмитомник материалов Нюрнбергского процесса издавался в конце 80-х, 90-х годы, качество этого издания оставляет желать лучше. На английском, французском и немецком языках материалы Нюрнбергского процесса, в том числе стенограммы, были изданы еще в конце 40-х годов. К тому и целый ряд причин. К сожалению, советское руководство после Великой Отечественной войны считало, что травму войны, в том числе травму оккупации, травму плена, нужно преуменьшить, а больше говорить о победах, о травмах, о трагедии, надо говорить поменьше. Кроме того, во время Нюрнбергского процесса всплывали те моменты, которые для Советского Союза по идеологическим причинам были не очень выгодны. Это история с Катынью, в частности, которую советское обвинение пыталось поставить вину немецким войскам, я имею в виду расстрел польских военнопленных в Катыни. Эта тема сейчас в том числе довольно активно обсуждается, но у меня, как архивиста, в данном случае нет ни малейших сомнений, что это преступление НКВД. Нюрнбергский процесс, Нюрнбергский трибунал не принял эти доказательства советской стороны, не было на полосите оснований. История пахта Мюнхенского соглашения и советское обвинение и английская и французская страна договорились эти болезненные темы не поднимать. Но поскольку в стенограммах они все равно звучали, нет, этого не проводилось. Это издание не было осуществлено. Есть еще ряд причин, почему это, судя по всему, не проводилось. И вот полная публикация материалов Нюрнбергского процесса, которому в этом году исполнилось 75 лет с момента его начала, это важнейшая задача для историков. Фонд Нюрнбергского процесса, как и фонд ЧГК, хранится в Государственном архиве Российской Федерации. И тоже сейчас начал оцифровываться. Вот перед вами фрагмент документов, которые тоже были недавно выложены в открытый доступ. Это документы о личной ответственности Германа Геринга, первого по значению нацистского лидера, который оказался на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала. Вот перед вами фотография также известного советского фотографа Евгения Халдея, который снимал Нюрнбергские процессы. Вот перед вами Геринг, так сказать, во всей красе. Очень говорящая фотография, выражение лица очень показательное. И вот эти материалы, которые сейчас публикуются, они тоже являются очень важным источником, и они тоже очень хорошо показывают, еще раз хочу это подчеркнуть, преступления нацистов расследовались очень тщательно. И Нюрнбергский процесс, и советские процессы над нацистскими преступниками, вот об одном из таких процессов вам, как я понимаю, завтра будет рассказывать коллега-историк Дмитрий Юрьевич Асташкин, один из крупнейших специалистов по этим процессам, показывает, что следствие проводилось вполне добросовестно, и приговоры этих трибуналов являются вполне законными. Важно понимать, что несмотря на то, что открытые процессы в Советском Союзе прекратили проводить с 1947 года, дальше они проходили только в закрытом порядке до смерти Сталина, потом они начинаются заново, советские органы безопасности продолжили охоту за нацистскими преступниками. И на этом пути было сделано очень многое. Вот перед вами документ, тоже недавно рассекреченный Центральным архивом Федеральной службы безопасности. Это справка о работе Управления комитета госбезопасности по Крымской области по явлению нацистских преступников. Причем советская юстиция, несмотря на холодную войну, часто работала вместе, помогала и иногда пользовалась поддержкой, несмотря на все сложности, хотя сложности было больше, чем сотрудничество, например, с юстицией ФРГ. В частности, по знаменитому делу Эйхмана, одного из руководителей Холокоста, нацистского человека, который лично был ответственен за депортацию евреев в лагеря смерти. Завершая разговор, хочу обратить ваше внимание на... Много книг на эту тему сейчас создается, на две работы, которые я хотел бы отметить отдельно, которые вышли совсем недавно. Одна книга – это дневники одного из нацистских генералов, кстати, даже не члена нацистской партии, генерала Хейнрицы, которые немецкие публикаторы и русские переводчики, очень хорошие историки, работая над переводом и комментированием этого издания, назвали заметки о войне на уничтожение. И которые очень хорошо показывают, как обычный генерал вермахта, даже не член нацистской партии, относился к мирному нацистскому, советскому, как он принимал палаческие совершенно решения по отношению к этому мирному населению, и с какой российской высокомерностью он смотрел на жителей оккупированных советских территорий как на недочеловек. А другая книга, книга израильского историка Аарона Шнейра, посвящена расследованию и поиску виновных в преступлениях учебного лагеря для коллаборационистов, учебного лагеря травники, чьи выпускники этого учебного лагеря были охранниками и палачами в нацистских лагерях смерти на территории Польши, в частности, в лагере Собибор. Материалы все время появляются, и хотя все эти события, о которых я говорю, были уже достаточно давно, тем не менее, нам предстоит, я здесь полностью хочу поддержать Александра Дюкова, предстоит очень много открытий. Архивы открываются, процесс этот идет, мы очень бы хотели, чтобы он шел более активно, чем он идет сейчас, чтобы рассекречивание материалов продолжалось большими темпами, но то, что мы уже сейчас получаем, это очень важно для понимания, для углубления картины Второй мировой войны. Сергей Михайлович, у нас, к сожалению, время очень ограничено, и мы бы выможены. Я еще раз вас адресую к тому порталу, о котором я говорил, там есть очень развернутая система указателей, там можно с помощью тегов различного рода найти массу интереснейшей информации, массу документов, и это может быть интересно далеко не только историкам, но и любым читателям, которые интересуют историю Второй мировой войны. Спасибо за внимание, немножко перебрал время, но надеюсь, что хотя бы на один вопрос, учитывая, что коллега Дюков тоже чуть-чуть вышел за рамки, у меня возможность ответить. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. Уважаемые участники нашей зимней школы, пожалуйста, вопросы нашему уважаемому лектору. Пожалуйста, сейчас. Добрый день, меня зовут Станислав Молодайнов, КФО, первый курс магистратуры международных отношений. Слышно? Да, 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 слышно, пожалуйста. Спасибо вам за очень интересную презентацию. Во-первых, маленький комментарий. Нет, вопрос даже. Есть ли какие-нибудь записки, документы о фашистских преступлениях только на территории Восточной Европы? Это говорю про Венгрию, про Румынию, про Словакию, ну, про Болгарию, это я лично знаю, потому что там все-таки они провели почти, даже некоторые сербские историки сравнивают действия болгарских военных с геноцидом, то, что они все-таки оккупировали территорию до Белграда, а устойщие, хорватские устойщие, они провели в другой части Сербии, Боснии, а также в Македонии, хотя Болгария, на самом деле, интересный факт, что она не присылала ни одного солдата воеваться на Восточный фронт. Есть ли какие-нибудь, вот, в основном в Венгрии и в Румынии такие, и в Словакии преступления, против кого они направлены, и кто больше занимал участие или руководящую роль, немецкие фашисты или местные фашисты? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, конечно, такие документы есть, и в частности, вот, я очень хочу рекомендовать работы венгерского историка Тамаша Крауса, и он сам, и его ученики издали, и прокомментировали, и продолжают эту работу документы, посвященные преступлениям венгерских оккупационных войск на советской территории. И они тоже подчеркивают российский характер этих преступлений, и их связь с нацистским геноцидом на советской территории. Есть документы, их очень много, которые опубликованы по осуществлению Холокоста в самой Венгрии и репрессии против политических противников режима Хорти, хотя сейчас в Венгрии принято режим Хорти оправдывать, да, и там даже Хорти памятник стоит в Будапеште, хотя это режим фашистского типа, можно спорить о конкретных дефинициях, да, но все равно в целом это режим фашистского типа, безусловно, Хортийский режим. Есть документы, разумеется, по Румынии, по преступлениям румынских войск, как на советской территории, так и преступления румынских войск на других территориях, в частности, вот только что вышла книга, автор ее, американский, по-моему, историк, Солонарь, посвященный преступлениям Румынии на территории Трансристии, то есть оккупированной части Молдавии и Одесской области. Таких материалов очень много и они тоже публикуются, несмотря на то, что во многих странах Восточной Европы и в этом смысле Прибалтика не исключение на преступления местных своих фашистов и националистов все больше и больше принято закрывать глаза. Есть ли еще вопросы? Я думаю, что это ты ответил, да? Спасибо. Спасибо большое, Сергей Михайлович. К сожалению, у нас есть еще вопросы.